В воскресенье 24 июля на территории Солнечногорского района правоохранительные органы выявили группу лиц таджикской национальности, подозреваемых в распространении наркотиков. В доме, где они проживали, обнаружили сумку с 30 килограммами героина. Во вторник утром нашли еще 35 килограммов, а к вечеру целый склад. Общий вес изъятых наркотиков около 240 килограммов. Их завезли в садовое товарищество «Сокол» две недели назад на автомобиле «Газель». До этого смертоносный груз проделал сложный путь из Афганистана. Через границу героин переправляли, используя в качестве прикрытия ящики со сливами. Кислый запах этих фруктов по замыслу наркодельцов должен был сбить с толку натасканных на наркотики собак. Сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков уверяют, что Солнечногорский район не является перевалочной базой торговцев героином. Наркогруппировки всякий раз меняют маршруты продвижения и места хранения партий зелья. Солнечногорский район не является перевалочным пунктом. Такие схроны расположены во многих местах Московской области. Выйти на них очень сложно. Нужна кропотливая работа. Считать, что Солнечногорский район является основным поставщиком наркотиков, я бы так не утверждал. Это мог оказаться любой другой район Московской области. То количество героина, которое было обнаружено, оно предназначалось не только для Солнечногорского района и не только, скорее всего, для Московской области. Потому что количество большое и сейчас можно говорить о том, что это был груз, предназначенный для большого количества населенных пунктов региона. Основной поток наркотиков в России наблюдается в Центральном федеральном округе, в частности в Московском регионе. Информагентство Росбизнес-консалтинг сообщает, что за прошлый год в Подмосковье изъяли из незаконного оборота более 34 тонн наркотических и психотропных веществ. Из них героина около 160 килограммов. То, что Центр притяжения Московской области и Московский регион в частности, заключается в том, что он обладает особенностями. Это большие финансовые потоки, разъединенная транспортная сеть. Таджики приехали в Садовое товарищество «Сокол» как гастарбайтеры. Сотрудники ФСКН считают, что членами наркогруппировки могут быть далеко не все из них. В данный момент в изоляторе Солнечногорского ОВД трое подозреваемых. Сообщается, что глава преступного сообщества тоже задержан и помещен в один из изоляторов Московской области. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.